Ну, Кость, очень хорошо восприняли твою беседу про экофитнес, что можно, значит, просто на тропинках горных и в разных местах действительно не только гулять и воздухом дышать, но реально получать какие-то такие же, как в фитнес-клубе, в фитнес-зале преимущества. Конечно, тут, допустим, сейчас идем тропинка в гору, идет нагрузка, идем не спеша, дышим, тут как бы небольшая гипоксия, раз высокогорная речка, также сейчас будем купаться в купеле, это уже кардионагрузка такая, то есть мы сейчас пройдем, кардионагрузка, сожгем немножко жирка и нагрузим как бы хорошо организм, чтобы именно система, сработала отлично, чтобы как бы окрепла, ну и также оздоравливаемся даже простой прогулкой, это даже не простая прогулка по парку, а как бы с нагрузками, то есть у меня вот жюкзак за плечами с ребенком, Варя запрещали, да, Варенька, и гуляем и оздоравливаемся, так сказать, нагружаем мышцы. Ну и надо понимать то, что здесь, конечно, уже особый воздух, можно так сказать, это же дает другую форму отношений кислорода с организмом. Да, это соотношение кислорода, как бы меньше кислорода, а для нас, как оказалось, полезно, когда чуть-чуть меньше кислорода, чем обычно, это меньше окисления организма, и организм берет недостающий кислород из жировых прослоек, поэтому съедает жировые прослоечки. То есть включается тот самый процесс, который обычно на, как говорится, внизу, в долине, там же, когда начинает сжигать жир, включается другая система, она уже из жира берет энергию, здесь она раньше включается. Да, тут она работает сразу, а там надо, допустим, кардиотренировку 40 минут минимально, чтобы вообще функция запустилась. Ну, там даже по нормам 205, по-моему, ударов в секунду. А тут у нас сразу, то есть мы идем, а у нас сразу уже идет польза. То есть мы даже тут можем стоять и получать пользу. Ну да. Ну и воздух, естественно, который, ладно, в нем недостаточно кислорода, но сколько витаминов-то. Да. Он каждый раз сенится, выделяет какой-то свои ферменты, феромоны, так сказать. Варя выглядывает, пытается посмотреть, как там все происходит. Орехи грецкие растут, и фундук растет. Кстати, там вот внизу, надо будет потом показать, растет фундук. Очень интересно, то есть очень много растений, тут даже есть плакаты большие, дальше мы видим, эти растения расписаны, чем полезны, откуда вообще они появились, вся история. Вот, и эти растения все выделяют еще кислороду, как раз, вот эту чуточку кислорода, который есть. Это вот эти все полезные деревья. Ну и сама психология, это одно время, то есть это одно дело, ты стоишь там в зале в потном, на дорожке или где-то. Да. Другое дело, вот в такой красоте. Сейчас, тем более во время такой, как бы, пандемии в зале, залы закрыты. Да. Нужно, вот, идти в лес, гулять, набираться здоровья. Можно, как бы, не просто гулять с какими-то нагрузками, тренировочкой, поприседать, поотжиматься. Ну, это уже, я как понимаю, сейчас мы с тобой, как бы, в общем поговорили. А у тебя все-таки есть определенный индивидуальный подход, где каждого человека как-то просматриваешь. Конечно, у каждого свои особенности, каждый разную нагрузку может воспринимать. То есть, прямо в начале пути можно всем разные. Конечно. Спасибо за интервью, я уже запыхался, поэтому не больно. Зрителям хорошо, мы еще поговорим на эту тему, не беспокойтесь. Константин нам интересен, потому что он много такой информации в себе несет. Так что здоровья, всем радости. А мы на источник идем, сейчас будем его освещать.